И вот здесь история скифов начинается с сибирской коллекции Петра Великого, скифские памятники из Сибири. История замечательная, Петр I, который был всем первый, в том числе первый собиратель археологии в России, узнает, что в Сибири находят разные замечательные золотые вещи, находят, а потом еще их переплавляют в золото, душа близко к археологии возмутилась, и он приказал собирать эти вещи и, между прочим, платить за это деньги, а не просто отнимать у тех, кто находит. Вот это из сибирской коллекции Петра, такая изумительная бляшка на поясе. До конца понять этот сюжет трудно. Ясно, что эти мужчины, один живой, а другой не то спящий, не то умерший, они приобщаются к какому-то сверхъестественному существу, божеству, сила которого и могущество подчеркивается тем, что ее косы просто вплетены в крону дерева. А то, что это именно приобщение, на мой взгляд, демонстрирует этот колчан. Ну вот пришли, когда русские Сибири, то что находили меха, понятно, и вдруг обнаружили, что в курганах-буграх можно найти много замечательных, драгоценных вещей. И звались они бугровщиками. Могилы-то были очень богатые, конечно, потому что в описаниях этих работ, которые сохранились в 18 века, говорится, что найдено было до пуда, например, золота. Мы имеем только какие-то такие остатки. Передо мной сейчас вот скифская вещь, пояс. Вот это, видимо, от пояса та часть, которая висела вот здесь для украшения. Причем у нас львы, вот такие вот обоймы со львами, они идут вот здесь вниз, а на оборотной стороне они идут наверх. У нас даже была такая выставка, где были выставлены вещи древние и современные вещи ювелирные. Выставка была такая интересная очень, потому что современные вещи проигрывали сильно перед древними, к сожалению. Вот у нас два великих символа Эрмитажа, пантера и олень в скифский звериный стиль. Это блестящий образец того, как, в общем, очень декоративные вещи переданы в движение. При этом замечательно декорирован. Тут у него всякие фигурки на нем сверху. На самом деле, да, на нем еще девять дополнительных пантер. Девять, да? То есть это такая девятисильная пантера. Скифы жили по всему миру и ходили воинами на Передний Восток. Значит, это у нас 6-7 век. Нет, Михаил Владимирович, это 7-й, несомненно. 7-й век, 7-й век. Вот они были такими победителями, наемниками в чужих армиях. И это тоже в том числе. Несколько десятилетий скифы привели в Передней Азии, воюя с разными великими ближневосточными государствами, воюя, заключая союзы, иногда даже брачные союзы. Вот это и Осирия, и Урарту, и Египет, и Лидия, и Нидия. В общем, они, соответственно, попали в Библию. В Библию, совершенно верно. Это библейский народ. Скифы несколько раз упоминаются в Библии, да. Олень совершенно потрясающий. Это один из логотипов Эрмитажа. Много вещей, найденных в Северном Причерноморье из эпохи, когда греки жили рядом со скифами. Ну и здесь такой декадентский олень, сильно разукрашенный. Украшенный. Тут все разукрашенные. Вот это сделало уже грекам, да, не скифами. Нет, Наумик Владимирович, конечно, видно, да, что, конечно, мастер пытался подражать вот тем классическим ранним образцам, о которых мы уже только что говорили. Вот. Ему это не совсем даже удалось сделать. Вы видите, у этого оленя такая прогнутая спина, которая никогда не бывает у настоящего животного. Это мастер, которому было более привычно изображать, не знаю, там, собак, львов, да, которые могут так лежать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скифский звериный стиль. На сегодняшний день вот в научном сообществе сложилось мнение о том, что скифы – это при Черномории. Там есть город скифы, там много есть в исторических документах, которые рассказывают о скифах. А мы зайдем с другой стороны. Мы попытаемся выяснить причины, откуда вообще взялся скифский звериный стиль. Чтоб вы понимали, то есть мы когда говорим об индейцах, то есть о Сибирске, Сайоналтайске регионы – это были в древности именно индейцы. Последние генетические исследования, они говорят о том, что окуневская культура, там доминирует гаплогруппа Q1A. Пазырыкские курганы, которые представлены именно скифской звериным стилем, это тоже индейцы. А у индейцев, у них развит был тотемизм. Ну, глава рода. Он говорит, я лишь проводник, а мне помогает великий дух оленя. И отсюда появляется тотем. Если этот род, который поклоняется оленю, он очень могущественный, он может много чего сделать, то флаг оленя поднимается все выше. И вдруг вот это вот поколение рода захватывает власть на достаточно большой территории. Олени – это тотем. Есть территория распространения этого оленя. Это северная Монголия. Оленние камни, расставленные по этой территории, очень четко прослеживается концентрация. Вот есть эпицентр, а потом чем дальше, тем меньше этих оленных камней. Вот она территория распространения оленного тотема. Если мы посмотрим на находки кургана Аржан-2, то мы увидим, что у мужчины кошачий тотем. Кошки, 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 льви, тигры, я не знаю, как их назвать. Кошачий тотем. А у женщины оленей – это союз двух тотемов. Один женщина представляла оленей тотем, а мужчина представлял кошачий тотем. До этого были люди, которые поклонялись лосю. Вот очень много легенд связанных с небесным лосем. Есть люди, которые поклоняются Волгу. Тотем Волга очень сильно распространялся в Сибири. Медвежатники есть. Есть элемент слияния двух культур. Вы поклоняетесь льву, а они поклоняются орлу. Вы пришли на новую территорию, там есть люди, которые верят в другого бога, и вам нужно, грубо говоря, каким-то образом их интегрировать. Вы начинаете соединять. Также и появляются мифические животные. Ну, то есть там где-то прям грифон с лапами льва. Кто-то поклонялся соколу, там Бркут, Буркут, Бурхан. Кто-то поклонялся льву, там Серик, Сиры, Арсланы. Народы два отсоединились, а надо как-то их было объединять между собой. Появляются вот такие вот мистифические животные. У меня есть мой бог олень, а у тебя есть твой бог тигр. Или там, не знаю, барс. И твой барс начинает жрать моего оленя. Это война. Поэтому скифский звериный стиль, когда он начинает изображать вот эти вот поедания одного животного другим, это как раз олицетворение конфликта двух племен. Одного племена тотем оленя, другого тотем кошка, и они между собой воюют. И одно из племен, оно пытается воспроизвести желаемое за действительное. То есть, смысл как раз происхождения вот этого культурного пласта, он вырастает из конфликта двух племен. В Сибири много легенды об олене, как о лосе, как предке. Мы видим здесь, в Саяно-Алтайский регион, те все самые фрагменты, из которых формировался тот самый звериный стиль. А в степях при Черноморье олени не водятся. Ну, чтобы понимание было. Поэтому мы видим трансляцию культуры. Возможно, она шла вместе с народом, возможно, она шла в результате культурного обмена, торговли. Звериный стиль, скифский звериный стиль, он возник где-то вот в Саяно-Алтайский регион, Северная Монголия. В зале Позырыхского кургана, вернее, Позырыхских курганов, это одно из величайших открытий мировой археологии. И это одна из жемчужин Эрмитажа. И тот зал, то оформление, которое сейчас есть, это новый ветерин, это гордость нашего музейного дизайна. Вот такой очень важный для всех таких вещей полумраг, защищающий от цвета, и при этом создающий атмосферу погребения. Может, речь идет о погребении. Позырыхские курганы – это скифы, азиатские скифы. Это замечательные находки. Почти нигде не сохранились так органические предметы, потому что здесь удивительная вещь. На кургане, насколько я правильно понимаю, насыпаны были камни и прорубились горы, и туда налилась вода, она замерзла. Она замерзла и уже не размерла никогда. Возникла такая локальная вечная мерзлота. Вечная мерзлота, хотя там, на Алтае, нет этой вечной мерзлоты. И Позырыхская коллекция вообще на самом деле демонстрирует то, что мы теряем и не имеем других скифских памятников, скажем, на территории европейской. На самом деле. На самом деле. Вот тут те вещи, которые во многом важнее. Вот это два самых древних в мире ковра. Это войлочный ковер с такими удивительными символическими историями. Это богиня с деревом. Богиня с деревом, да. Приобщение какого-то, значит, скифского персонажа, вот божественную данию. И вот персонаж с усами. Да, очень типичный, такой среднеазиатский антропологический тип. И два самых древних на нашей планете ковра. Узелковый и войлочный. Вот этот интересный мужчина, это вождь, который под видом бога сватается к богине для того, чтобы обрести вечную жизнь. Как мы понимаем, что это богиня? Ну, естественно, мы с вами знаем, что у всех богинь уши повернуты в обратную сторону. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а это самый древний в мире ковер. Вот тут даты, как у нас сегодня, на сегодня, шестой век уже не годится, да? Нет, Михаил Васильевич, он, конечно, чуть попозже, он датируется четвертым, третьим веками. Четвертым, третьим веками до нашей эры. Цифры немножко ходят время от времени, но в любом случае древнейшие коверы, и вообще следующие появляются персидские ковры уже через где-то две тысячи лет почти что, да? Опять же, есть споры, где он изготовлен, но, скорее всего, это персидская работа. Ну, в любом случае, судя по изображениям, да, он, конечно, такой иранский. Но сделан для скифов, наверное, потому что растут олени священные. То есть так же, как греки, мы тоже видели, делали для скифов, так же и иранские мастера делали для скифов. А почему они говорят на языках тюркских? Ну, отчасти потому, что это от скифов вполне возможно, а отчасти потому, что, а может быть, и в основном потому, что древняя гоплогруппа носителей R1B, те, кто говорили на прото-тюрских языках, они как раз обосновались и жили многое на Ближнем Востоке. Они, похоже, образовали государство шумеров. Когда уходили наверх потомки шумеров или даже предки шумеров, но носители гоплогруппы R1B, они принесли, вместе со своей гоплогруппой J2Agen, принесли как раз в прото-тюркские языки. Тюркской проблеме. Тюркской проблеме и советской власти. Я нашел разговор, запись разговора Сталина с генералом Лавровым. Это не нынешний министр основных дел России, а генерал, который был тогда, в 30-е годы, он занимался, руководил разведкой, которая была наша советская разведка в Турции. И он докладывал Сталину. Такой-то журнал опубликовал статью и карту создания Великого Турана. И Великий Туран границы проходят по территории Турции, Ирана, часть Ирака, и потом Ирана, захватывает Грузию, Армению, Азербайджан, поднимается по Волге до Казани. То есть вы понимаете, что будет оторкнута часть Советского Союза. И Сталину это, конечно, не понравилось. И он очень внимательно стал следить за тюркскими народами. И на границе с Советским Союзом турки поставили полумиллионную армию. Они легко перейдут к границу, мы не сможем их удержать. И, естественно, они тут же пойдут к своим тюркским народам. А тюркские народы здесь рядом, на Северном Кавказе, от границы недалеко. Это карачаевцы, балкарцы, нагайцы и так далее. И, естественно, карачаевцы и балкарцы, они должны быть убраны уже тогда, подальше, чтобы турки с ними не встретились. И уже тогда появились идеи, идеи выселения народа. 2 ноября 1944 года были высланы карачаевцы. И уже 8 марта 1944 года были высланы балкарцы. Так что вот эти все выселения, они были заранее продуманы и подготовлены. Но тут происходит следующее. Народа нет. Значит, не должно быть и его истории. И вообще это пришлый народ. Карачаевцы и балкарцы здесь никогда не жили. Это все пришлые недавно появились. Тут вот в 18 веке, ну, может, в 17 веке. И нашлись специалисты, которые все это помогли Иосифу Гассарионовичу выполнить, исполнить его желания. Так появилась идея о ираноязычии нынешних осетин. О том, что ираноязычными были и древние потомки осетин, скифы, сарматы и аланы. Хотя, вы знаете, удивительно, но те воспоминания, которые существуют, современников, древние авторы, да, средневековые авторы, то есть это вещи, которые, записи были сделаны еще что-то до нашей эры, что-то в первые века нашей эры, они почему-то странным образом указывают, что вот эти народы, да, скифы, сарматы, аланы, они говорили на другом языке, не на персидском вовсе. Это одна сторона. Вторая сторона, они были и жили среди тюркских народов. То есть ясно, что они жили среди всех народов, которые могли общаться. Они не жили с теми, с кем нужно было иметь переводчиков, или как тогда их называли, толмачами, да. И поэтому они жили среди своих же народов, да, которые носили другие названия. И вот сейчас, когда начали говорить о печенежском языке, о том, что печенежский язык один из древнейших тюркских народов, тюркских языков, вот, и что они имели письменность, то вот что удивительно. Да, фрагменты письменности находят там, где-то в Средней Азии, да, но основные фрагменты письменности, да, которые сделаны на камнях, они, оказывается, находятся здесь рядом, в Карачаево-Черкесии. Вот на Хумаринском городище, знаменитый городище, о котором все вы знаете, на тех блоках каменных, которые там стали разбирать, да, стали находиться какие-то вот черты и резы, как говорится, да. Лунический алфавит, зная обозначение букв, они легко читаются, именно переводятся с тюркского языка, ну, с карачаевского. В вашем родном языке, в древнейшем языке, который сохранился с древнейших пор, сохранились элементы печенежского языка. Это очень важно. Займитесь, вы специалисты, займитесь, пожалуйста, и вы выясните, вы можете составить целый словарь печенежских слов. И Байчора очень много нашел. Таких надписей. И не только на хуморе, да, и в других местах. И вот тут мы легко переходим к теме, которая называется «Аланская проблема». Да, она очень политизирована, оказалась последние 70 с лишним лет. Очень политизирована. Во-первых, я уже сказал, еще раз повторю, что было распоряжение Сталина. Нет народа, нет его истории. И все эти люди, которые населяли здешние места, это все пришлые элементы, которые никакого отношения не имеют. Вопрос и об истории, его надо пересмотреть. Вы знаете, многие занимают такую позицию, но уже об этом сказано, и надо вот материалы, которые мы нашли, вот в археологические, там другие, вот они, надо под это подогнать, понимаете, чтобы меня мои коллеги не называли Белой Гороной, чтобы они не ругались на меня. Сейчас вышла книжка о скирском языке. Оказывается, он никакого отношения не имеет к персидскому языку, или как сейчас говорят, называют его, ираноязычному, да? Понимаете, когда составили слова скирских слов, то взяли за основу имена царей. Ну, вот что странно, почему это, переводя это имя по-осетински, у этого бедного царя получается имя жена-убийца, зубы лучше долото, стрижены, понимаете? Не могли же родители дать своему, только что родившемуся, жена-убийца имя, то есть, что он, зная, что он убьет жену свою, да? Вот такие вот глупости, они, вы знаете, можно встретить в разных работах. Острый вопрос, который не находит никак консенсуса, помимо академической науки. Это на каких языках говорили скифы? Вот, есть один уважаемый человек, это, значит, господи, ладно, я вспомню и скажу, это просто в ходе разговора, как-то я выскочил из этого образа. И вот, значит, он, Василий Иванович, его имя и фамилия, о фамилии я сейчас скажу. Так вот, значит, он признан авторитет в языках скифов. И он еще давно определил, что скифы говорили на языках иранских, то есть, индоевропейские языки, причем все скифы. Уже, конечно, это настораживание, что скифы они ходили, эмигрировали между Алтаем и, я думаю, Днистром, по всему, при Черноморье, в Средней Азии, вот, чтобы они все говорили, как непременно иранским, это так стороновато. Но, тем не менее, вот, такая теория есть, она полностью доминирует в науке академической, и с этим теоретские специалисты крайне не согласны. Да, естественно, вспомнил, это Абаев Василий Иванович, кстати, умер не так давно, в возрасте 100 лет, и он вот эту концепцию держал крепко, и науку академическая с ним не спорила, она была поддержана полностью правительством политическим Советского Союза, и, более того, наказывали тех тюркологов, которые, как говорит фонуировка, пытались удревнить тюркские языки. Были репрессии, в самом прямом смысле этого слова, и поэтому тюрки помнят эти времена, и, конечно, это их расстраивает. Часть скифов говорила определенно на языках иранских, или индоиранских, хотя таких данных почти нет, это на пальцах можно прочитать, скажем, одни таких желаемых целей по изучению скифов, это аланы, а там у аланов есть на порядке где-то 8-9 слов известных, аланских, и вот по ним делается вывод, и то все слова спорные, поэтому там база, конечно, доказательная у того, что говорили древние скифы, говорили на языках непременно индоиранским, это, конечно, не так. А вот, скажем, карачаев-балкарцам, прохун-кауду, что это потомки скифов, у них общий предок жил к расписке времена, а они говорят карачаевцы и балкарцы, обычно говорят карачаево-балкарцы одним термином, они говорят на языках тюркских. Откуда у них попали тюркские языки к ним? Понятно, что о скифах. Скорее всего, поскольку они считаются потомками Аланов, и это на самом деле очень вероятно, то там похоже, что Аланов говорили на языках тюркской группы. Как только мы берем скифов, у них общий предок жил 1600 лет назад, 2000 лет назад, 2200 лет назад, гораздо более поздние времена. И вот они-то как раз говорят многие на языках тюркской группы. Скифы вообще считают начало VII век до нашей эры, а многие потомки скифов живут уже на грани старой новой эры, а многие в начале нашей эры. То здесь, получается, скифы говорили, скорее всего, и на тюркских языках, и на иранских языках. Так вот, признание лингвистами этого факта, я бы сказал, это будет огромный подарок тюркам, тюркологам, которые, для которых давно это знают и понимают, но не могут не публиковаться, могут максимум это выступить на конференции, и тут же начинаются споры, шум, и их начинают, так сказать, вот топтать сторонники академической науки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тоже, жрение, скифы, которые ходили, это скифы тех, кого нашли, R1 Lynn, Z6-45, Z-93. Они не предки русских, русских Z-280, а у скифов Z-93. Так, сразу в один ход решается задача, которая 200 лет не могли найти ответ, является скифы предками русских. Нет, не является. Летом 93-го года российский археолог Наталья Полосмак и ее группа вылетели высоко в горы Алтая в попытке найти замороженное погребение. Они начали свои поиски непосредственно на границе с Монголией. Мы нашли пограничники. То есть там была погранзастава, и к нам приехали пограничники, и выбор кургана мы совершали вместе с ними. Наталья в то время не осознавала, что она находится на грани необыкновенного открытия. Они проникли в нижний уровень погребения, где нашли деревянные памятники материальной культуры, включая кувшин, находящийся в том самом положении, в котором он был оставлен 25 веков тому назад. Две с половиной тысячи лет назад молодая женщина была захоронена в могиле. Ледяная принцесса была обнаружена высоко в горах Южной Сибири. Она принадлежала к древним кочевникам, которые обитали в этом регионе в первом тысячелетии до нашей эры. Они были стрельбыми воинами и искусными наездниками. Ледяная девушка была из племени, называемом Позырыкским. Она проживала в горах Алтая. Богатейший пласт знаний был получен из погребений, сооруженных Позырыкцами. Тысячи их погребений рассыпаны в горах, каждая из которых отмечена каменным курганом. Тайна еще остается. Это ее расовое происхождение. В московском подвале ученые реконструируют лицо ледяной принцессы. Татьяна Балуева использует череп в качестве основы для своей реконструкции. Форма глазных впадин и лица помогают определить расовый тип. Без опыта изучения живых людей возможно даже оценить толщину кожи для реконструкции ледяной принцессы. Безусловно, можно говорить, четко и определенно, что это яркий представитель европеоидной расы. И никаких, в общем-то, монголоидных черт эта дама не носила. Эти линии, эти борозды на черепе широко открыты. Это означает, что череп молодой. Между 20 и 30 годами. После 30 они закрываются. И если кто-то уже очень старый, в возрасте 70 или 80 лет, они почти закрыты и невидимы. Наши исследования черепа ледяной принцессы показало, что она находилась в возрасте между 20 и 30 годами. Возможно, ей было 25 лет. Определение расы не было нашей главной целью, но я считаю, что у нее более чем намек на монголоидное происхождение. Археология все больше становится политической наукой. Это проявилось и в Алтайских горах. Кто имеет право вести здесь раскопки? Родственны ли народы, открытые здесь современному населению? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Безусловно, можно говорить четко и определенно, что это яркий представитель европеоидной расы. И никаких, в общем-то, монголоидных черт эта дама не носила. Определение расы не было нашей главной целью, но я считаю, что у нее более чем намек на монголоидное происхождение. Археология все больше становится политической наукой. Археология все больше, чем намек на монголоидное происхождение. Археология все больше, чем намек на монголоидное происхождение. Археология все больше, чем намек на монголоидное происхождение. Археология все больше, чем намек на монголои. Субтитры создавал DimaTorzok